Организаторы всероссийского конкурса с международным участием правнуки-победителя озвучили его итоги. Среди победителей пятеро школьников из Ульяновской области. В масштабном проекте движения «Бессмертный полк России» поучаствовали более 16 тысяч молодых людей. Им от 11 до 18 лет. И все они гордятся своими славными предками. История семейного подвига делятся правнуки-победителей. Данные о родственниках – участниках Великой Отечественной. Школьники собирали буквально по крупицам. Мониторили сайты и поднимали семейные архивы, чтобы рассказать маленькую историю о большой победе. В этом году участниками конкурса стали 16 тысяч молодых людей из России и стран зарубежья. Победителями региональных этапов более 400 человек. Среди лучших – пятеро школьников из Ульяновской области. Никита Дементьев, Ксения Злобина, Анна Нечаева, София Торопцева и Диана Хасанова. Одно дело читать в учебниках о каких-то крупных войсковых операциях, о миллионах. Это солдат. А другое дело – понимать, что война прошла и через историю твоей семьи. Она оставила неизгладимый след на твоих родственниках. Это они лежали в госпиталях, это они поднимались в атаку, это они получали ранения, это они спасали жизни, это они освобождали города. Информацию о своем прадедушке – гвардии ефрейтери Иване Торопцеве. София собирала из всех открытых источников. Было много историй, когда он был на волосок от смерти, но судьба его берегла. Поэтому я горжусь своим дедушкой, что он смог пройти войну, что он защищал свою страну, свою родину. Восстановить биографию прадеда помогли рассказы родственников и книга болгарской писательницы Бистры Риндовой. Краеве четверть века собирала данные о бойцах Красной Армии, освобождавших ее родную Болгарию. В память о них этот скромный для нее и бесценный для внуков советских солдат литературный труд. Мы должны помнить о том, что они не просто воевали, а еще потом оставляли свои жизни и силу на то, чтобы восстановить дружественные нам страны. Анкеты, собранные участниками, останутся в базе данных. А их труды, исследовательские работы о героях, их славном подвиге и жизни после войны пополнят драгоценные архивы. Павел Игнатьев, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.